У тебя есть целых 3 секунды для того, чтобы нажать лайк. Раз, два, три. И если ты успел, пиши в комментариях, чтобы получить от меня заветный лайк под коммент. Ишки, ребятки, с вами Лекс, и мы сегодня продолжаем играть в игру под названием Flyer, да, и в данный момент у нас опять-таки будут гонки, и вы, наверное, думаете, почему гонки, а ты один. Где вся команда? Команда, ребят, подойдет попозже, сейчас я объясню правила для того, чтобы всем было понятно, как гонки у нас работают. В общем, мы собираемся в одной точке, и мы должны преодолеть определенное расстояние до другой точки, и кто, разумеется, впервые это сделает, получает роль в Дискорде, в моем Дискорде, ссылочка на которую вы можете найти в описании. В данный момент можете прям пройти, описание открыть полностью и зайти, потому что там как раз-таки мы и с вами играем. Там я сообщаю всем, когда мы играем, где мы играем и так далее и тому подобное. То есть следите за новостями в Дискорде. И тот получит, ребята, победитель данной гонки, получит роль чемпион и, разумеется, будет чемпионом. Да? Да, да. Но сегодня гонки будут непростые. Сегодня у нас будут гонки с условием, то есть мы должны будем дойти до одной точки, и в момент, когда мы будем идти до второй точки, мы должны будем эволюционировать хотя бы до бабочки. А начинаем мы с мухи, начинаем мы с мухи, разумеется, до бабочки эволюционировать и, разумеется, тот, кто победит, тот, кто дойдет первый, тот, получается, у нас и реальный чемпион. Погнали. Так, ребята, мы уже все готовы, мы уже все собрались, и на счет три, наверное, мы все-таки стартуем. Раз, два, три. Погнали. Ой-ой-ой-ой-ой, я как влетел-то. Посмотри, там мы успели все вовремя сделать, там прилетел призрак этот. Вот этот вот жадный, жестовский призрак, который пытается всех убить, всем помешать. Кройзис на втором месте, пока что я на первом, а Сура на третьем. Это не значит то, что мы действительно так и закончим. Может закончиться все гораздо плачевнее, я могу дать тоже в спину дышит всем. Нифига себе все дракон творит. Вот так вот, ЖС, вот так вот тебе. А, там ЖСовцы друг друга прям валят. Блин, нифига, я все-таки первый, видишь, немножко, капельку, но все-таки первее. Я не знаю, может быть какой-то буст есть, ускорение. Блин, и вода заканчивается. О мой бог, я что-то не совсем забыл об этом позаботиться, если честно. Ну ладно, сейчас долетим до туда. И сейчас долетим до первого водоема, я имею ввиду. И, наверное, попьем все-таки. Оп, оп, попил, что? А что так мало я попил? Я только замедлился и не попил в итоге. Ой-ой-ой-ой-ой, Кройз, его захватила стрекоза, офигеть. У меня вода-то кончается все равно. Я не знаю даже, ребят, кто выиграет, но сейчас вы поняли, какие правила. Мы должны долететь до большой пирамиды, до верхушки ее, коснуться ее. И обратно мы должны полететь уже бабочкой. Ну, либо, ну, вы поняли, прокачавшись. Прокачавшись уже до какой-либо эволюции, кроме мухи. То есть мы обратно прилететь должны не мухой. Главное, условие не мухой. Так, летим. Ах ты, ас, ура. Блин, вода заканчивается, конечно. Очень быстро заканчивается, при том. Вон у чувака все кланы в ники. Все клан-теги. Я не знаю, мне придется потом еще раз пить. Ой-ой-ой, меня заблочили немножко. Летим. Я пока что на третьем месте, но все может измениться в любую секунду. Вы сами знаете, как эта игра работает. Вы сами знаете, то, что всегда все по-разному происходит. То есть вроде бы летят все на определенных местах. На первом, втором, третьем. Все понятно, кто из них выиграет. Ага. А в конце, блин, хоп, происходит чудо. Вот как вот такое вот. И. А-а-а, нет жизней. Господи. Сейчас бы умереть еще. Пью воду максимально. Ой, какой-то мудак за мной летит. Только не это дружище. Точнее, вражище. Отстань от меня. Блин, я не знаю. Он меня сейчас кушает. Нужно верхушки пирамиды. Есть верхушка. И полетели обратно. Меня какие-то жесты, ребята, атакуют постоянно. Там реально уже меня атакуют какие-то ненавистники Лексов. Блин, чуть в эту не залетел. Посмотри, у него уже прокачанный уровень. Вон мрак летит. Опа, до свидания, братан. Он, наверное, думал, что все хорошо. Вон Саник летит, офигеть. Вот творят что. У меня ощущение, что Саник с нами не летел. Может быть, я ошибаюсь. Так, сейчас мы должны прокачаться. Оп. Все, я до бабочки, ребят, за секунду докачался. Отлично все получилось. Просто, видишь, получилось так, что рыба сразу была покоцана и не пришлось долго есть. И мы сразу же прокачались за один укус. И сейчас мы должны добраться до как раз-таки вот этого вот здания. До ледяного замка. Ледяной замок, ребята, это финиш. Там мы уже разберемся. Ну, действительно, ощущение, что они меня как-то догоняют. Хотя, по сути, у нас скорость должна быть одинаковая. Как вы так делаете? Кто за нечестные приемы? Ну, ладно, вроде бы пока летим нормально. Там челик воды решил попить. Его еще другой челик блочит. Видишь, в чем прикол? Если докачаться за какой-нибудь птицей, которая может ускоряться, то, в принципе, я буду быстрее лететь. Но прокачаюсь ли я до такой птицы? Вопрос. Мне кажется, не особо-то легко будет за такой качаться. Ну, видишь, жеесовцы за мной охотятся. Я не знаю, зачем они это делают. Для чего? Но я пока что вроде бы лидирую. Даже если не на первом месте, то на каком-нибудь втором, либо третьем. Вода у меня заканчивается, но у меня что-то ощущение, что я все-таки долечу до ледяного замка, не попив воды. Ну, нормально. У меня ощущение, что мне хватит. Он жеесовец за мной пошел. Эти жеесовцы, они просто терроризируют данные сервера. Но это прикольно. То есть, кто бы ничего не говорил, это наоборот круто, когда есть такое вот противостояние. Вон, Асура летит, он прям передо мной. У него, скорее всего, будет первое место. Я от других, потому что не вижу. Не вижу, кто бы там еще был. Там, вы видели, то, что были абсолютно другие чемпионы в начале. И Асура в итоге побеждает, да? Красава. Вон, Дат, видимо, умер. У меня второе место, а у Асуры первое. И Асура, разумеется, получает тот самый заветный чемпионский кубок. Чемпионскую роль. И Кройс, разумеется, третий, я так понимаю. Ну, или Саник. Саник, либо Кройс. Все молодцы, все крутые. Вообще прикольно сразились. Мне нравится вот такая вот система. Туда-обратно, так еще и с эволюциями. Это вообще прикольно. Сейчас мы, ребят, еще перезапустим. Тоже так же проведем еще одно соревнование. Так что не переключайтесь. Так, ребят, мы уже подготовились ко второму раунду. Все в данный момент находятся здесь. И как только я дам сигнал, все сразу же стартуют. На счет три, наверное, начнем. Раз, два, три. У нас сейчас немножко другой этот будет. Другой бой. Полетели, полетели, полетели. Другая у нас система. Теперь мы должны долететь до пирамиды. Вот Асура, видишь, летит первый. Мы должны долететь до пирамиды. Но уже через портал. И на обратном пути, разумеется, прокачаться. Все очень просто и легко. Но, видишь, будет сложновато только прокачаться. Если не знать, где, разумеется, взять рыбы, либо говнюх этих. Но сейчас у нас путь гораздо меньше, чем был до этого. Это уже, в принципе, облегчает нашу ситуацию. Потому что тогда мы летели практически всю карту, если вы не в курсе. Потому что пирамида это практически уже другая часть карты. Мы уже почти добрались. На самом деле сейчас уже будет маленькая пирамидка. А потом большая. И мы должны будем лететь обратно. Но, видишь, в чем проблема? У всех разное количество воды. У всех разное количество воды. Все по-разному себя чувствуют в этой гонке. Пока что, видишь, Асура и АФ. Я, разумеется, лидирую. Но я, понятное дело, почему лидирую. Я лидирую, потому что так получилось. Потому что я показываю сам сигнал. Оп. Раз, два, три. Есть, а бабочка. Все, я полетел. Теперь обратно нужно возвращаться. Но, видишь, у меня уже эволюция есть. Откуда они эволюцию взяли? Я вот фиг знаю. Асура, видишь, ему... Он был вынужден сейчас полететь. Раз, два, три. Хватит воды, хватит. Да, Асура был вынужден полететь сейчас влево за какашечкой для того, чтобы прокачаться. Я вроде бы уже сейчас на третьем месте в данный момент, потому что две бабочки передо мной. Но по факту, может быть, смогу успеть их перегнать. А может быть, не смогу. Фиг знает, ребят, вот честно. Ну, честно, фиг знает. Ой-ой-ой. Как-то высоко мы взлетели. Высоко над небесами. Так, ну ладно, пока что все нормально. Я не вижу, правда, где этот остров начинается. А вот он начинается. Я идеально пролетел. Я пока что первый, получается. Теперь остается влететь только в замок. И в портал, разумеется. В замок и в портал. Так, подожди, подожди, подожди. Идеально, идеально. Я первый. Залетаю. И, разумеется, спускаюсь в самый-самый низ. Я должен попасть. Да, да. Я, ребята, первый. Да, я первый. Отлично. Эверич на втором месте. А кто будет третий? Кто будет третий? Покажите мне его. Это у нас... ГГ, да? Это ФФ, а не ГГ. ФФ третий. Офигеть. Я все-таки первый прилетел. Но это действительно чудо какое-то. Прям реально. Это реальное-нереальное чудо. Получается так. Офигенно получилось, ребят. Мне лично нравится вот этот режим. Если вам тоже нравятся гонки, нравятся еще какие-то режимы похожие, то можете писать. Можете писать, какие вы хотите увидеть или предлагать свои. Потому что многие тоже, я так понимаю, могут придумать интересные режимы. Но видишь, в чем проблема? Не всегда это хорошее. Не всегда хороший режим, и не всегда интересно в них играть. Так что, в любом случае, пишите в комментариях. В любом случае, подписывайтесь на канал. В любом случае, все социальные сети находятся в описании. Дискорд, ВКонтакте и все остальные сети. Ищите там. Всех жду. Именно по социальным сетям проходим. И вступаем. Это была игра Fly or Die. Я, ребята, насчет Дискорда уже сообщил. Там, если какая-то гонка начинается, если какие-то ивенты, обязательно там все будет. И насчет тех, кто выиграл. А выиграл у нас, получается, Асуру один раз. Я не знаю, точно ли он выиграл, но обязательно проверю на видео. Он получит свою роль. Те, кто второе место заняли, к сожалению, ничего не получают. Таковы правила. Пока же такие правила у нас. С вами был Олег. Спасибо за просмотр. Это была игра Fly or Die. И всем добра.